Всем привет! Сегодня будет максимально полезное видео абсолютно для всех, кто хочет расширить свою память телефона. Ну допустим вы купили телефон на 32 гигабайта и соответственно вам ее мало. Из 32 гигабайт можно сделать легко 64, либо если у вас 64 гигабайта, можно сделать 128 и 128, 256 и так далее. Конечно это сильно вам поможет в ежедневном использовании вашего телефона. Вы сможете больше закачивать приложений, больше скачивать каких-то файлов, аудио, видео. В общем дополнительная память это всегда очень хорошо. В общем для тех, кто хочет расширить свою память, внимательно усаживайтесь и слушайте видео от начала до конца, потому что будет очень много разных моментов. Я вначале покажу как мы будем это делать, а потом в конце видео покажу как вернуть все обратно, если конечно вам захочется это сделать. Для того, чтобы увеличить и расширить память вашего телефона, нам понадобится флеш-карта, microSD флеш-карта, которая вставляется в ваш телефон. Эту карточку мы сможем сделать внутренней памяти телефона. То есть чтобы телефон Android думал, что ваша флеш-карта это внутренняя память. Что это нам даст? То, что вы спокойно можете устанавливать и переносить абсолютно все приложения, которые у вас будут на флеш-карту и они будут нормально, хорошо работать. За счет этого мы увеличиваем наш объем памяти. Вот представьте, допустим у вас телефона 32 гигабайта и вы накачали различных приложений и все. Памяти больше нету, вы их просто не можете никуда деть. А так вы абсолютно вот эти все приложения можете перенести на вашу флеш-карту и ваша внутренняя память полностью будет свободна. Конечно переносить можно не только приложения. В общем давайте я уже буду показывать. Смотрите, я захожу на свой стандартный проводник в виде желтой папочки. Нажимаю на вот эту папочку. И здесь у нас показывается, обратите внимание, память и CD-карта. У меня сейчас телефон к Xiaomi, внутренней памяти 128 гигабайт и флешку желательно брать равносильную вашей памяти. То есть если у меня 128, то флешку нужно брать минимум 128. Если у вас 32 гигабайта, то берите флешку на 32, 64, 64. Ну вы в общем поняли. Флешку нужно будет форматировать, потому если там что-то есть важное, то обязательно перенесите куда-то в другое место. Флешка должна быть пуста, либо если какие-то файлы там будут, то они просто навсего отформатируются. Сейчас еще покажу одно меню. Ну и заодно покажу в настройках о телефоне. Вот версия MIUI 14. Нажимаем на хранилище. Это показывается внутренняя память. И если мы полистаем ниже, то вот здесь уже у нас показывается наша флеш-карта. Вот извлечь CD-карту, отформатировать и настройки хранилища. То есть сколько можно освободить. Там даже что-то есть. Вот пишется, что можно освободить немного памяти. Зачем я это все вам показываю? Мы сюда еще вернемся, чтобы посмотреть, как отображается наша флеш-карта. Сейчас покажу саму карточку. Вот такая карточка, то есть обыкновенная, на 128 гиг. Вставляю ее обратно. Для проделывания всех манипуляций нам понадобится программка под названием Запуск Activity, либо может еще называться Activity Launcher. У нее вот такая белая иконка в виде белой ракетки. Ее можно скачать или с Play Market, или оставлю ссылку в описании. Под этим роликом можете скачать бесплатно с моего Telegram канала и заодно подписаться. Она занимает очень мало места, там около 2 МБ. И дает просто расширенные поисковые возможности по вашему телефону. То есть можно найти те функции, которые скрыты в вашем телефоне. Самым первым делом вам нужно зайти в обычные стандартные настройки, найти сведения о телефоне, либо пункт о телефоне. Ищите свою версию прошивки, нажимаете по ней около 5-10 раз, пока вам не напишут, что вы стали разработчиком. Мне пишут, что не нужно, вы уже разработчик, потому что функция уже эта активна. Возвращаемся и в настройках теперь ищем расширенные настройки. Заходим. Листаем вниз и у вас должна появиться строка для разработчиков. Заходим на нее. Здесь нету поиска, нужно немножко полистать и найти важную настройку, которая нам поможет. Пока ищу эту настройку, вы можете подписаться на канал и поставить этому видео лайк. Кстати, не забудьте поделиться этим роликом, потому что ролик очень полезный и многим поможет увеличить свою память в несколько раз. Кстати, из 32 гигабайт можно и 128 спокойно сделать. Так, вот эта настройка разрешить сохранение на внешние накопители. Разрешить сохранение приложений на внешние накопители, независимо от значений в манифесте. Активируем вот эту галочку. Возможно, она у вас и активна, но перепроверьте. Но данная настройка вам еще не дает возможность переносить что-то на флешку. Поэтому обязательно дальше досматриваю видео, что мы будем делать. Запускаем теперь нашу программку Activity Launcher, либо запуск Activity. Идет подгрузка всех ваших приложений. Кстати, у меня на канале очень много роликов касательно этой программки. Полистайте, вы найдете много полезной информации и сделаете ваш телефон намного лучше. Когда все подгрузилось, смотрите, нажимаете на поиск и вот здесь нужно ввести вот такое слово. Вот, посмотрите, немножко ближе. Документ с UI. Можете поставить на паузу и переписать. И смотрите, как вы заметили, у нас много различных файлов. Нам нужно нажать конкретно на вторую строчку. Но опять же, вторая строчка это у меня. Если какие-то другие модели телефонов, то возможно вот эта вторая строчка, она будет на третьем, на четвертом месте. Тоже можете либо переписать, либо запомнить. Сделайте скриншот и должно быть вот такое название. Нажимаем сюда и попадаем в вот такое меню. Дальше здесь вверху с левой стороны есть три полосочки. Нам нужно нажать сюда на три полосочки. Вот здесь внизу у вас будет видна ваша флеш-карта. Вот смотрите, Redmi Note 9 Pro это модель телефона, это внутренняя память. А Android это просто я так назвал свою флеш-карту. Ту, которую я вставил на 128 гигабайт. Нажимаете на флеш-карту. Дальше вверху на троеточие. Настройки хранилища. Вот название моей флеш-карты. У вас возможно будет название, ну по стандарту там диск F, диск C, либо то, как вы называли свою флеш-карту, либо по умолчанию. Здесь есть форматировать и внутренняя память. Нам нужна внутренняя память. Нажимаем. Нам предлагает отформатировать CD-карту. Нажимаем форматировать. Идет процесс форматирования, то есть удаляется все с вашей флеш-карты. Там ничего не будет. Потому заранее, если там что-то есть важное, перенесите на какое-то другое устройство. Смотрите, вам предложат сделать вот такую функцию. Вы можете перенести файлы и мультимедиа, и также некоторые приложения сразу на CD-карту. И это займет около 30 минут. Но я рекомендую нажать в этом случае и перенести контент позже. Хотя это тоже очень хорошее решение, если перенести контент сейчас. Но мы делаем по другому способу. Нажимаем перенести контент позже. Устройство CD-карта готово к работе. Нажимаем готово. Дальше здесь мы уже ничего не делаем. Просто выходим на рабочий стол наш. И вот после проделанных действий наша флеш-карта перестает отображаться. И телефон думает, что это внутренняя память. Сейчас вам покажу. Смотрите. Заходим в проводник. Нажимаем на папочку. И с правой стороны уже нет нашей карточки, которая была. И если мы зайдем в настройки о телефоне, хранилище, то вот здесь внизу, смотрите, уже нету данных о флеш-карте. То есть ваша флеш-карта, она становится невидимой, но телефон ее воспринимает как внутреннюю память. Конечно же, если вы таким способом делаете такую манипуляцию, то, скажем так, чтобы нормально телефон работал, нужно вставить вашу флеш-карту в телефон и, скажем так, забыть за нее. Забыть в том смысле, что телефон считает ее как внутреннюю память. Если вы ее будете доставать, то, понятное дело, приложения, которые вы перенесете на флеш-карту, они перестают работать. И второй момент, возможно, будет перезагружаться телефон, когда вы вытаскиваете эту карточку. Насчет перезагрузки, конечно, у меня такого не было, я уже пробовал, но на разных форумах пишут, что такое случается иногда. Эта процедура не до конца закончена, потому смотрите, что мы будем делать дальше. Нам снова нужно воспользоваться нашей программкой запуск-активити. Сразу же скажу, что нужно сделать. Зажимаем пальцем на вот этой программке, нажимаем о приложении и вот здесь есть другие разрешения. Нажимаете сюда и когда вы скачиваете только первый раз вот такую программку, то у многих вот эти функции, как у меня, будут отключены. То есть красные крестики. Нам нужно будет активировать, всегда разрешить поставить, чтобы было все зелененькое. Это нужно для нормальной работы приложения. Ну и дальше покажу для чего. Нам в основном нужно создавать ярлыки на рабочем столе. Возвращаемся, запускаем нашу программку. Опять же идет подгрузка всех данных, всех приложений. Вот дождались, снова нажимаем вверху на поиск и вот здесь пишем все приложения. Вот можно даже не полностью набрать. Нам нужна верхняя строчка. Зажимаем на три точки с правой стороны и создать ярлык. Все, создание ярлыка произошло. Теперь возвращаемся на рабочий стол. И вот вот этот ярлык. Если бы мы не сделали манипуляцию, где мы выставили три зеленые галочки, вот этот ярлык просто не создастся. Нажимаем на него и запускаются все приложения. Сюда можно попасть другим способом, без вот этой программки. Но он не совсем удобный. Сразу показываю другой способ, а потом дальше покажу, что мы будем делать. Без вот этой программки нужно зайти в Google Play Market, нажать на свою аватарку. В правой стороне значок справка отзыв, как удалять приложение в Google Play. Нажмите, чтобы перейти в настройки приложений. И вот вы попадаете в то же самое меню. Но с помощью программки мы сделали быстрый доступ, чтобы сюда долго не заходить. И опять же, если у вас стоит темная тема, то вы сюда не попадете в это меню. Вам нужно временно перейти на светлую тему, чтобы зайти в эти настройки. Дальше выхожу. Но это я просто показал второй способ, как можно сюда попасть. Заходим в наш созданный ярлык. Вот все приложения. Внизу еще пункт есть еще. И показать системные процессы. Но в принципе нам сейчас это не нужно. Зачем мы сюда зашли? Для того, чтобы перетаскивать какие-то приложения, какие-то файлы уже на вашу флеш-карту. Ну допустим, возьмем какую-то игру. Вот машинки. Заходим на нее. Заходим в хранилище и кэш. И появилась кнопка «Изменить». Если вы сюда зайдете, не проделав данные манипуляции, то вот этой кнопочки не будет. Нажимаем «Изменить». И смотрите, внутренний общий накопитель сейчас. И CD-карта доступна. Хотя флешку сейчас телефон не видит. Я вам уже это показывал. И соответственно компьютер тоже не будет видеть, что у вас стоит флешка. Потому что Android думает, что это все внутренняя память. Просто берете, нажимаете на CD-карту. Вот перенос приложения машинки на CD-карту. Переместить. И дожидаемся, пока это все переместится. Дальше снова заходим в «Все приложения». Теперь просто будем перепроверять. Я вам покажу, что на самом деле все нормально переносится. Вот это приложение машинки. Заходим снова. Хранилище и кэш. «Изменить». И смотрите, уже это приложение на CD-карте. То есть ваша внутренняя память теперь освободилась. И ваше приложение будет работать на CD-карте, которую вы отформатировали на 128 ГБ в данном случае. Давайте попробуем абсолютно с любым другим приложением. То есть так можно делать со всеми приложениями. Ну допустим, вот тоже какая-то игра. «Хранилище и кэш». «Изменить» на CD-карту. «Переместить». Точно так же можно перенести ваши мессенджеры. Это Skype, Viber, WhatsApp. В общем, абсолютно любое приложение, которое установлено в вашей памяти, можно переместить на CD-карту. Теперь можно сказать, что у вас реально в два раза больше места будет. Заходим опять в «Все приложения». Проверяем то, что мы сделали со вторым приложением. И видим, что CD-карта стоит. Все нормально. Если какое-то другое приложение, ну давайте что-то популярное попробуем. Ну давайте вот в WhatsApp перенесем. «Хранилище и кэш». «Изменить». «Сиди-карта». «Переместить». Снова нажимаем «Все приложения». Ну опять же, просто для перепроверки. Вот в WhatsApp наш. Заходим. Опять «Хранилище и кэш». «Изменить». И вот оно на CD-карте. Теперь перепроверим, работает ли это приложение. Допустим, тот же самый WhatsApp. Вот он. Запускаем его. Все нормально работает. Вот мои видео, которые я делал. То есть аккаунт нормально работает. При том, что он сейчас находится на вашей флешке. Он не занимает вашу внутреннюю память. Если вы хотите вернуть обратно внутреннюю память, то проделывайте аналогичные действия. Точно так же заходите в «Все приложения». Ищите то приложение, которое вы обратно хотите переместить. В данном случае это WhatsApp. «Хранилище и кэш». «Изменить». И на внутренний общий накопитель ставите. И «Переместить». И он сейчас переместится. Снова заходим в «Все приложения». Для перепроверки. «Ватсап». «Хранилище и кэш». «Изменить». И видите, все нормально перенеслось обратно. И приложение будет работать. И теперь очень внимательно послушайте. Я вам расскажу 4 способа, как вернуть все обратно. То есть, чтобы флешка нормально виделась. Нормально читалась и виделась через компьютер. Через ваш телефон. Потому что в данном случае, ваша флешка считается внутренней памятью. И при подключении к какому-то устройству, к компьютеру, к ПК, вы не увидите эту флешку. И если вы ее даже вытащите и заново вставите, вам, к сожалению, это ничего не поможет. То есть, все будет так, как вы уже настроили. Если вы хотите расширить память, допустим, если у вас 64 гигабайта, вы можете взять флешку и на 128 гигабайт. Можете и больше взять, но не меньше. А в идеале, это брать равнозначную флешку. Теперь по восстановлению флешки. Первый способ, он очень болезненный. Это полностью сброс до заводских настроек телефона. Понятно дело, что вы удалите все приложения, все файлы, которые есть. Все аккаунты послетают. В общем, сброс на полных настроек до заводских. Вы должны понимать, что полностью все удалится, телефон будет как новенький. Это нужно проделывать будет со вставленной флешкой. И это поможет. Второй способ. Найдите просто картридер, который подходит под вашу флешку. На данный момент вот картридер в виде флешки. Сюда вставляется ваша микро-сиди флешка. Ну, картридеры бывают разными. Вставляете вашу флешку сюда, в компьютер. Эта флешка, она не будет определяться. Но вам предложат ее форматировать. Форматировать нужно в формате FAT32, чтобы ее видели телефоны. Но бывает такое, что предлагают только два формата. Это EFAT и NTFS. В общем, если предлагают только два формата, а не FAT32, то просто форматируете абсолютно в любой. И потом вручную заново вставляете ее опять же в компьютер и уже форматируете вручную FAT32. Это второй способ. Третий способ еще легче. Это вам нужно какое-то другое устройство, которое поддерживает такую же флешку. То есть, допустим, взять другой телефон и достать вот эту флешку и поставить в тот телефон. Потом берете, перезагружаете тот второй телефон и вам предложат форматировать флешку. Вы просто берете, форматируете ее и она стает нормально рабочей флешкой. Четвертый способ. Это пользоваться только вот этим телефоном, на котором сейчас стоит вот эта флешка. Но при этом нужна еще вторая флешка. Неважно какого объема, просто такая же microSD флешка, которая подойдет в ваш телефон. Что вы делаете? Берете, достаете вот эту флешку и ставите другую флешку. Телефон можно не перезапускать. Берете, делаете свайп шторки и там будет уведомление забыть это устройство. Нажимаете забыть это устройство. Потом просто снова достаете ту флешку, которую вы вторую поставили. Уже она нам не нужна. Ставите ту флешку на 128 гиг, что у вас здесь стояло. И теперь ваш телефон попросит отформатировать ее в нужном формате. Просто нажимаете отформатировать и все, ваша флешка теперь рабочая. Не забудь поделиться этим видео с другими, чтобы они тоже знали, как это все легко расширять. Пишите комментарии, ставьте лайки и обязательно подпишитесь на канал, если еще не подписан.